Я его позвонил. Игнатьевич, вы вылетели, еще раз ответьте с момента самого начала ответа. Так, что я тут не понимаю? Кто-то выключил меня тут. Да вас выбила система. У меня интересно, вообще от рулетки. Вот так на меня глянет, который, и сразу рот развивает, глаза исчезают. И сразу черное. Он-то исключает вас от своих ресурсов. А мы ни слова не говорили, ничего нету. От страха. И главное, меня он засекретил там для всех своих ресурсов. Ну, дурь же это. Когда кисть появилась на стене, писал, говорит, отслабили у всех шресла. А что это означает? Означает, наложили в штаны. Вопрос, Игнать Тихонович, вы не услышали, но вопрошаемый ваш ответ. Ну, так давайте. Игнатий Тихонович, еще раз повторите. Значит, христианин посвящает как бы дела Богу, да? Это ради Христа он делает. Он бы не сделал это. С мыслями об этом. Тут надо что еще сказать. По моему характеру, по моим средствам, по моему разумению, я бы никогда не стал возиться с ним. Но меня Христос переделал, и так как я стал другим, это его труд, я ему и посвящаю этот труд ради него. Его требования, его уставы, которые я воспринял сердцем. Я никогда даже вопрос такой не ставил, как ради Христа. Ведь понятно, я без Христа бы не делал этого. Что бы ради такой бедности-то жил? А ну не думать о завтрашнем дне. Ни копейки не иметь денег для этого. Я ради Христа это делаю. Я не себе принадлежу. Он меня переделал. Переродил. Даровал новую природу. Надо бы народиться свыше и получить крещение Духом Святым. Если этого нету, рассуждения-то ничего не дадут. Это одна голова только стучит. У тебя внутреннее чувство необъяснимое будет. Непременно я должен поступить вот так-то и так-то. Тут никакая грамота, никакие академии и университеты не помогут. Начинаю молиться. И тебе на молитве уже Бог дает ответ. Вы не будете иметь нужду, чтобы кто вас учил. Речь идет не о толковании. Тут нужны учителя церковные. А именно делать не делать. Идти не идти. Помогать не помогать. Я сейчас приготовлять буду документы. Думаю так. Я попросил нашего юриста. Брестящего человека. Он теперь мне родственник даже. На племяннице женатый. С красным дипломом. Закончил юридический факультет. Работал в краевой прокуратуре. Как следователь по особо важным государственным преступлениям. Я говорю. Помоги мне закон эти все найти. Он написал. Свидетели его запретили как экстремистскую организацию. Я хочу составить документы. И послать в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Центральный отдел юстиции. И может быть. Не знаю еще. Направить президенту и в Государственную Думу. Их запретили зря. Они невиновны. Они хорошие люди. Да они еретики. Но государство не теократическое. С чего ради то? Они кровь не переливают. Но это их право. Это их тело. Они осознали это. Я говорить то говорил. Но обращаться в органы не обращался. А что они отменят? Не знаю. И мне многое что приходилось говорить. И вдруг Бог поворачивал сердца людей. И они делали это. Когда казалось дело забытое. На этой неделе думаю я начну готовить документы. И посылать в центральные органы власти. Как бы сказать по простому. Заступиться за свидетелей Уговы. Чтобы им вернули их здание там. 470 или сколько. Залы царств. Они невиновны. Они хорошие. Они лучше нас. Они не пьяницы. Не курящие. Рахиль я думаю подтвердит это. Да. Подтверждаю полностью. Они меня научили любить Библию. Ходить проповедовать. Они меня научили. Слава Богу. И будь благодарна Богу. Что от еретиков ты взяла самое хорошее. Вот это я хочу властям показать. Они невиновны перед государственным законом. Который дает свободу вероисповедания. Менять веру свою. Или вообще не веровать. У меня сейчас три страницы. И они ни одного пункта не нарушили. Они экстремистские. А в чем? В полном смысле. Я экстремист. Меня пригласили. Тут какой-то конгресс был. Не знаю. Интеллигенция или кто-то. Против экстремизма. Там взрывы в Москве были. Норд-Ост. Я вышел с Библии в руках. Я приглашенный туда. Почти на все коллоквы. Там собрания какие бывают. Городские, краевые. Я сказал. Поднял Библию и говорю. Кто не верит в Библию. Которая не стремится все довести до совершенства. Это экстремисты. Я экстремист и фанатик. А кто не экстремист и не фанатик. А тут президиум за столом сидят академики, профессора. Я к ним обратился и говорю. А все остальные. Блевотина. Как голову опустили. А почему? Господь говорит. Извернуй из уст моих. Ты не горящий, не холодный. Из уст извергается только Блевотина. Игнатий Техенович, вопрос вам можно будет? Можно, конечно. Скажите, что обозначает бытие один-один? Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая тьма над бездною. И сказал Бог. И дальше начинается. Так начинается Библия. Почти так же начинается Евангелие от Иоанна 1 глава 1 стих. Вначале было Слово. Слово было у Бога и Слово было Бог. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Вот и все. Аминь. Аминь. Начало того мира, которое было. Начало творения нового мира, ознакомления с Христом. Как Иоанн Заталут говорит, если бы солнце вдруг покатилось по улицам и вышли посмотреть бы. А это именно то же самое. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злые. Делающие добро идет к свету. А делающие злой ненавидит свет и не идет к свету. Тут все на месте. Как а я атеист, злодей, значит. Как можно отрицать жертву Христа, его любовь? Никак. Аминь. Игнатий Тихонович, у меня тоже вопрос по этому. Буквально сегодня возник насчет слова. Ну, слово же там, не русское слово, никакое. То есть, как Бог говорит с человеком, на каком языке и так далее. То есть, это слово мысль или как вот это понимать? Нет, не мысль. Логос это не мысль. Это именно слово. Если мысль, сознание. Один проповедник говорит, какое сознание, чье сознание. Человека, который окончил академию, богослов или какой-то камщидал. Который по случаю убили Китая или нашли там Нельму выброшенную. И жрут ее до Блеботина. У него тоже разум есть, но какой? Тут пояснения никакого. Речь идет, если говорить так, о суперкосмическом разуме. Как некоторые говорят, сверхъестественное. Но мы так не говорим. Мы говорим имя ему слово. От этого перевода никуда. В греческом стоит логос. А логос имеет многозначимость. Логос. Все-таки логос, да? А то журналисты берут, и вначале было слово. Я еду в трамвае тут. А там картинка такая. Блюдо большое и колбаса. И написано, не хлебом, а одним жив человек. Ну, правильно. Ну, дальше запятая. Но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. Но не колбасой. Ну, это опять вот старославянский там, или русский язык. То есть слово, да? На каком языке слово, и как это понимать? Я вообще этот стих понимала, что слово было Бог. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. То есть само слово Бог, а не слово Бог. Ему имя, слово, чтобы мы понимали, отделение сына. О сыне речь идет. О сыне. И он словом сказал и сделалось. То есть мы Бога познаем в творениях. Видя видимый мир, говорит, люди не веруют. И они, говорит, безответны. Неизвинительны, как написано в немецком языке. Он Шульдиген. То есть, если ты знаешь, что Бог такое, это творение так прекрасное, как же самого Творца не познал? Это пишет Соломон, в премудрости Соломона. Мы узнаем Бога по его делам. Он сказал и сделалось. Он сказал и сотворилось. Слово изреченное, да? Слово изреченное. Да. Богом изреченное. Вот, допустим, ну, я проверить никак не могу. Я верю, что говорят, что скорость света 300 тысяч километров в секунду. Ну, три секунды и миллион километров. Три секунды времени и уже миллион километров позади луч. И вдруг сейчас находят такие планеты, скопления, до которых луч Солнца идет до 4 миллиардов лет. Это нельзя понять. Это пространственная бесконечность и во времени вечность. Ну, южные как-то мудрецы сказали, что такое вечность. Ну, можно как-то показать, можно, говорит. Вот стоит гора высотой из Эльбрус. И она вся алмазная, самая твердая. И к ней к горе прилетает воробей один раз в сто лет, чтобы почистить клюв. Через сто лет еще приехал, там два раза мотал. И когда всю гору и затрет до основания, будет сказано, прошел один миг вечности. А слово миг точно так же непонятно. Это мигнуть один раз глазами или как? Ну, то есть понятно, что нам нельзя в это вникнуть. Никак. Угу. В какой-то степени нарисуй десять, а потом двенадцать нулей. И там одна частичка возможности, чтобы его убили. Но его не убили. Пятьдесят раз и таким чудом его Бог спасал. Он говорит, а меня не убить. Пока я не совершил все, для чего меня избрало проведение. Вот некоторые цифры мы можем уже ощутить. А сколько было этих людей? Заговор генералов, когда 20 июля 44-го года там покушение было Штауфенберг, посадили-то сколько их? А казнили-то сколько? Сколько тысяч генералов-офицеров? Они не хотели, чтобы он был. Разные-разные заговоры были. Вот так мы познаем. Игнатий Тейкович, не 44-й, а 43-й. 43-й, Игнатий Тейкович. Так, это кто просит? А где это мы нашли? В интернете, в Яндексе? А, ну, это мой материал из книги Крестного Православия. Я там и не понял, то ли кто против или что? Нет, там поправили, что 43-й, говорит, не 44-й, а 43-й. А про что? Про что 43-й, 44-й это? Про что-то я там сам не знаю. Вот человек поправил, говорит, 43-й. Я не понял, что 43-й? Ну, вы говорили, покушение на Гитлера готовились. 50, не 44. 50 считает примерно. Не 43-й, не 44-й, а 50. Это тех, которые раскрыты были. А сколько не раскрыто, там, может быть, сотня было. И он знал. Видишь, как было положено человеку. Так, вопросов, наверное, уже и нету. Все, молиться. Поистину достойно прославлять Тебя, Богородицу, Всегда блаженную и непорочную, Матери Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, По славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово, И как истинную Богородицу мы Тебя величаем. Я тут не знаю, кто тут есть. Вот этот бушил, а Олег пусть помолится. Олег, включите микрофон. Господи, благодарю Тебя за занятия, Которые Ты позволяешь нам проводить Для изучения Слова Твоего Святого, Что просвещаешь нас истиной Своею, Дабы мы имели жизнь вечную. Господи, благодарю Тебя за братьев и сестер, С которыми мы встречаемся, общаемся Для прославления имени Твоего Святого. За все Тебе, Господи, слава, Честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Благодарю. Аминь. 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 Братья, кто... Братья, кто... Братья, кто...